Меня зовут Юлия Манукян. Я арт-критик, журналист, основательница и кураторка общественной организации Urban Republic, которая занимается промоцией культурного наследия, современным искусством и паблик-артом. В Херсоне очень активная, активная творческая жизнь. К сожалению, у нас нет такого общего пространства, о котором мы, в общем, давно мечтаем, и попытки наших культуртрегеров, а не всегда случаются эти попытки его создать, заканчиваются не очень хорошо, потому что сам город не идет нам пока навстречу, не предоставляет нам помещений, хотя они у города есть. Но, тем не менее, этих попыток мы не оставляем. Если вы слышали и читали о пространстве Urban Sat, это вот первое приближение к такого рода пространству, и вчера с новым мэром, а после выборов во всех городах практически новые градоначальники, мы этот посыл озвучили, и мне показалось, что, возможно, в Херсоне наконец это когда-нибудь сбудется, потому что он сам признал необходимость таких пространств для развития и поддержки творческих сил Херсона. Видя все проблемы города и читая о себе очень много нехорошего в прессе национальной, мы, конечно, от этого страдаем еще больше, но что ж поделаешь, потому что 90 процентов правда, и делать даже не в жителях, которые, может быть, и стремятся к чему-то хорошему, опять же к тому, что сам город не предлагает ничего, ну кроме самых таких попсовых развлечений в виде торговых центров. Арт-менеджер в Херсоне это, конечно, человек с адским нечеловеческим терпением, потому что есть всегда деление на тех, кто понимает, что такое публичное искусство, а мы любим современное искусство, это нетрадиционные иногда арт-интервенции. И все остальные, которые иногда воспринимают это неадекватно, или с ожесточением, или мы ненавидим там современное искусство, то есть это всегда нужно понимать, если ты выходишь с чем-то в публичное пространство, если ты в галерее работаешь, да, то там ты более свободен, что выставил, то выставил. Мы увлеклись в нашем Urban Republic публичным искусством, паблик-артом, потому что нам именно хотелось вот, чтобы город был менее, менее зашоренный, менее депрессивный, и чтобы он понимал, что здесь есть люди, есть прослойка молодых творческих ребят, которые готовы с этим работать. Вспоминая интервью с Кендалом Генри, в прошлом году я взяла, эксперт департамента культуры Нью-Йорка, который занимается программой Person for Art – Процент для искусства, он приезжал и давал прекрасное интервью, работал в Одессе, он говорил, что если вы делаете паблик-арт, то это не для себя. Вот тут степень эгоизма своего, амбиций и даже снобизма нужно очень сильно снижать, потому что вы делаете это для людей. Паблик-арт – это диалог. Если вы беретесь осуществлять как куратор или менеджер проекта, связанные с паблик-артом, то вы должны понимать, что нужно людям, какой запрос от них к вам поступает, как они видят то пространство, в которое вы вмешиваетесь. Это всегда большая исследовательская работа, это фокус-группы, это диалог, 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 а всегда же хочется дерзить, хочется провоцировать. И художники, с которыми ты сотрудничаешь, иногда абсолютно игнорируют мнение людей, которые живут либо в этом районе, либо отдыхают в этом районе. Им хочется себя реализовать, и ты мечешься между их амбициями, своим пониманием того, как нужно сделать проект, ну и личными амбициями в том числе. То есть арт-менеджер – это человек, который должен усмирять гордыню на каждом шагу свою и всех участников процесса. Наша первая серьезная арт-интервенция произошла в 2015 году. Есть такое культовое место в Херсоне – Лебединка. Это бывшее Лебединое озеро, которое когда-то в 1978 году, к 200-летию Херсона, власти организовали в нашем парке. Замечательное было озеро, лебеди плавали. То есть такое стало место, конечно, любимое для горожан, потому что, опять же, с точки зрения урбанистики, в пыльном жарком климате, в жарком городе такая водная, кроме еще реки, в центре города такая водная точка – это супер. Понятное дело, что Херсонцы очень дело полюбили. Но по истечении эксплуатационного срока пришлось от озера избавляться, потому что уже, видимо, были заложены изначальные ошибки в инженерии. И стало оно немножечко подтапливать прибрежный район. Его осушили, понесли всякие планы и проекты, конечно, восстановления, но поскольку времена наступили малоденежные, никогда ничего в бюджете нет, это у нас обычное дело. И стало такое поле заросло, значит, вот котлован, да, он зарос травой, и уже наши молодые, опять же, активисты стали на него посматривать с интересом и думать, вот такая хорошая полянка, да, что что-то можно затеять. И первое, что они придумали, это кинопоказы под открытым небом, что для Херсона была инновация инновациям. Хочу сказать, это был успех, и все опасения, что там начнется пьянки, гулянки и мусорение – нет. Оказывается, если жителю предложить что-то приличное, это вот теория разбитых окон, да, то житель себя и ведет нормально, то есть было очень популярно. Но, опять же, электричество подводить, да, в общем, проблемы, проблемы. Нужно делать сцену, устанавливать кран, что-то пошло не так, в общем, опять не договорились, опять опустела площадка, и тут приходим мы. Приходим мы со своим проектом и думаем, ну, ладно, «Лебединка» уже становится, ну, прям, каким-то таким местом намоленным. И мы делаем две интервенции. Значит, мы пародируем знаменитый фильм «Бэнкси. Выход через сувенирную лавку». Еще тогда был жил наш самый знаменитый земляк, художник Стас Валязловский. Собираем мы молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов и просто культурных ребят. Ночью идем и рисуем на бетонном спуске, рисуем так называемого «Паца Бога», потому что в Херсоне очень такая сильная гоповская культура, вот, очень, есть целый район Жилпас, где сосредоточено это все. И человек такого пацанского бога мы рисовали, с бейсбольной битой, в очках, в капюшоне. Есть у нас художник Саша Жуковский, который очень классно рисует на текстиле хоркой. И муралист, между прочим, да. И вот мы пошли рисовать по его эскизу, под покровом ночи, все понятно, без разрешения полиции. Оно, конечно, было, между нами говоря. Но детишкам мы сказали, что его нет, что это вот реальная интервенция, интервенция, если что, текать с фонарями, с колоночками. И это было первое такое подобное мероприятие в Херсоне. Потом мы им показали этот фильм, да. И мы все, конечно, воодушевились, потому что Бэнкси тогда это вообще было. Это только-только начинало здесь распространяться. Первый раз, когда люди видят, что происходит в городе, в Херсоне это очень-очень чувствуется. Люди боятся даже подходить, смотрят в полглазика вот так, да. И мы так, а где, где вот это признание, овации? И мы поняли, нет, так проекты... Ну, если мы говорим о проекте и о долгом послевкусии, то мы должны очень долго объяснять, очень долго с людьми общаться и пиарить, 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 чтобы это оставило какой-то след. Потому что мы очень хорошо повеселились, а выхлоп был так себе. Вот у нас есть театр, и напротив построили огромное, отвратительное, доробло мы его называем, торговый центр, который разрушил полностью эту историческую часть, убил перспективу. Он несоразмерно громаден, он никому в таком объеме так и не пригодился. Но то, что он с точки зрения архитектуры монструозен, то это даже не вопрос. Ну и вот мы думаем, значит, тут у нас театр, здесь у нас этот монстр. Как мы можем с этим поиграть? А на заднем фасаде этого монстра такое галерейное пространство. Галерея, галерея, и мы решили сделать вот такую выставку. Прямо на фасаде этого монстра. Самый классный проект, самый такой чудесный, который всем понравился, это балерина в площадях свободы. То есть танцоров балета в разных проектах использовали достаточно. Но я вам хочу сказать, что мы посмотрели и решили, что у нас свой уникальный, потому что художник, который его придумал, вообще не знал о том, что вот привлекаются танцоры, не только балеты, а вообще танцоры, которые представляют всякие пространства в городе, они там делают фотосеты. И это в какой-то момент была очень модная тема. Но у него балерина не танцевала там, она проживала свою какую-то жизнь. Она могла сидеть, отдыхать, снял план, или тренироваться, или поправлять, делать какие-то прыжки, репетировать, нагибаться. То есть она вела себя как простой человек, обыкновенный человек, но только она была в этой балетной пачке, ну и иногда делала какие-то движения. И сняли мы замечательную фотосессию, которая у нас здесь представлена, распечатали на баннерах, натянули на палеты и выставили там возле этого монстра. У нас еще была замечательная серия плиток кафельных, художница у нас Юлия Логачева работает на кафельной плитке, где она вот это, что называется, хардкор. Там никакой цензуры, все свои сны, все вот эти ее медиа-образы, все-все она перерабатывает. У нее вот по-настоящему современное искусство, и картинки были самые-самые, что называется, абсолютно, скажем, для 18+. И там, конечно, тоже народ толпился, потому что никто в публичном пространстве такие вещи не выставлял. Но я вам хочу сказать, не было ни одного упрека в нашу сторону. Люди приходили даже с детьми, мы там немножко застывали, потому что мы табличку 18+, на самом деле, не повесили. Мы почему-то решили, что раз это публичное пространство, то пусть что есть, то есть. Полиции было очень много, они просто под рулями приходили, очень им это все понравилось, и тоже никаких к нам не было претензий. И больше всего понравилась, кстати, выставка директору театра, который посмотрел и сказал, да вот как прекрасно можно обыграть эти галерейные пространства, делать выставки, спектакли open air, да, использовать для каких-то постановок. И вот этот проект уже привлек внимание и властей, потому что у нас, к сожалению, эта площадь не пешеходная. И это очень плохо с точки зрения и урбанистики горожанина, потому что площади, в принципе, да, там не должно быть движения. И этот проект, который был связан с искусством, да, с интервенцией современного искусства в городское пространство, намекнул на то, что есть некая градостроительная задача и что нужно решать с этой площадью. Потому что, когда люди собираются смотреть выставку или в будущем придут смотреть спектакль или концерт, им нужно будет лавировать между машинами, там есть стоянка, которая полностью сжирает пространство этой площади. И хорошо бы сделать его уже по-настоящему променадным, публичным, то есть убрать оттуда. И этот вопрос рассматривался даже на сессии городского совета, то есть сказали, о, потому что никто не думал, что она может играть какую-то роль, да. Ну, подумаешь, привыкли, что там все машины шарашат, да, стоит этот монстр, все стараются его не замечать. То есть мы этим проектом привлекли внимание к городской проблеме, потому что до этого даже никто не чесался в ту сторону. Мы, а, это все было на День независимости. Еще пара наших художников сделала замечательную большую инсталляцию. Взяли, поставили два столба, натянули сетку, и красной ниткой вышли слово «свобода». Причем оно смотрелось очень-очень провокационно, потому что тогда это уже, вы понимаете, раскол, ну, это уже агрессия, да, это уже Россия с оккупацией Крыма, это уже деление людей на тех, кто патриоты и кто, извините, да, там, я не люблю это выражение «батный мир», но тем не менее, это, я думаю, что это во всей Украине происходило, и мы хотели этим словом как-то показать свое отношение к тому, что происходит, потому что, ну, праздник, да, и начинались всякие провокации, и кто-то ходил, извините, с красными флагами, и мы очень-очень хотели показать, что вот эта инсталляция, она имеет очень много смысла. То, что она украсила место, это само собой, да, то, что она говорила о том, как мы относимся, да, к этому городу, к этой стране, к понятию свободы, это было еще одно дополнительное, ну, дополнительный смысл, и очень, тоже она имела большой успех, и когда мы ее демонтировали, народ прям расстроился. Мы пригласили в рамках этого проекта «Площади свободы» художника из Ужгорода, граффити-райтера, и он, посмотрев на него, он сразу так, «Определи проблематику города, с чем бы ты хотел работать? Площади свободы». Он его увидел, сразу его полюбил, говорит, ну, слушайте, да, вот много у вас проблем, но вот это реально просто то, что «в вырви глаз». Он сделал такой проект, очень простой на самом деле, лингвистический, я его называю, языковой, да. Он написал слово «позор», которое в чешском и словацком обозначает внимание. Но поскольку и внимание к этому объекту, и слово «позор» очень хорошо отзывалось, он, конечно, это сделал, это не просто было слово, он, конечно, поработал там над визуальным рядом. Это было очень резко, очень классно задевало людей, и очень, ну, поскольку вот возле чего объединяются херсонцы, так возле этого здания. То есть 90% его не любят, а 10% — это те, кто был в нём заинтересован, да. Это те, которые, конечно, пытаются сказать, «Ну, ребятушки, ну, давайте уж как-то вот, ну, не так и страшно, если посмотреть с этого фасада или с того». Нет, нет, он реально страшен, и его единственное спасение было бы, если бы его привели в порядок, отдав либо грамотным архитекторам, а есть планы по его какому-то приведению в порядок, либо отдав нам, и мы бы его хотя бы оживили, мы бы его разрисовали, расписали, украсили бы чем-то, он бы не был так отвратителен. Херсон, его главное для меня достижение как человека культуры, породил уникальное явление — херарт. И я понимаю, какие могут быть сейчас расшифровки, и позвольте уж я этого дела упряжу и скажу, что речь идёт о херсонском уникальном искусстве. Хотя, когда мы первый раз в 2013 году сделали выставку «Херарта» в выставочном зале союза художников, название запикивали журналисты, нас снимало телевидение местное, оно вздрогнуло, выставка понравилась, хотя работы Стасова Лязловского, пенис артиста и шансон артиста были за специальной занавесочкой даже для взрослых людей, чтобы не травмировать. Это 2013 год. Казалось бы, уже прогресс прогресс восприятия современного искусства, но тем не менее. Замечательно сняли сюжет, где журналист очень долго муссировал название выставки, очень долго его обсуждал, очень долго стебался по поводу этого названия и всё время его запикивал. То есть он получился в стиле херарта этот сюжет. Мы его очень любим и на всех выставках показываем. Художники Херсона прямо в центре города показали свой херарт. Если кто-то думает, что, судячи с названием, тут будут экспонировать что-то на кшталт местного пейзажа или картины в жанре ню, то жодное предположение тут не подходит. Как объясняют сами участники, их работы не имеют ни конкретного стиля, ни жанра. Это херарт. Вживать такое буквосполучение в эфире заборонено, поэтому мы будем его, соответственно, маскувать. Что такое херарт? Это очень широкий срез того, что делают художники и делали художники в Херсоне. Это и наивное искусство, и современное искусство, и искусство, которому дефиниции, наверное, нет, потому что это уникальные вещи, которые делают именно местные художники. Потому что мы привыкли, что это наш Стас Валязловский, наш Слава Машнинский, директор Музея современного искусства частного и основатель, который работает в концептуальной живописи, что это Полина Райко знаменитая, наша бабушка из Олешек, которая рисовала свой дом, и об этом отдельно нужно говорить. Это наши наивисты Саша Жуковский, Саша Печорский, которые выставлялись и в Мастерском арсенале, и в Пинчука их показывали. То есть это то, что сейчас делают подрастающее поколение современных ребят, которые работают в поле современного искусства, которые делают вещи, посвященные даже на тему пандемии. То есть то, что рождается сейчас в Херсонском культурном поле. То есть работа только началась, и мы в этом году летом, несмотря на сложные условия, сделали еще одну отчетную выставку. И все-таки 7 лет сказались. Да, уже никто не воспринимал название выставки Херард как-то, ну скажем, с каким-то недоверием. Кроме, то есть общественность радовалась. Молодые сказали, как, у нас такое есть. К нам пришла группа, ну что, настоящих зумеров таких. Да, они перефотали все, что можно. У нас везде были QR-коды, они все проверили, они читали об этих художниках, они перефотографировали каталог с Полиной Райко и сказали, у нас есть такие вещи в Херсонской области, у нас есть, оказывается, современное искусство, у нас есть наивистка, да, мирового уровня, как Примаченко и Перусмани. Ушли окрыленные, но у нас есть союз художников. Так вот, эти ребята заходили, заносили свои работы для следующей выставки, сдавали, и они проходили вот так. То есть они сказали, мы на эту дабу смотреть не будем. И мы прям почувствовали себя даже неловко, потому что мы, видимо, очередной девственный покров сорвали с этих людей. Да, то есть никогда в стенах, вот им казалось, что никогда в стенах союза художников такого, ну нельзя такое показывать. Потому что это, ну как говорят, да, современные искусства, да что это, у меня ребенок лучше нарисуют, да, или еще что-то такое. Ну это постоянно, да, что за стыдоба. И на самом деле, хочу вас сразу предупредить, на первой выставке было гораздо больше в 2013 провокативных работ. Здесь была попытка показать, что вообще наработано, как таковых особых провокаций, да, или там какого-то хардкорного содержания не было. Работы были очень-очень разные. Даже музыкальный уголок у нас был, потому что у нас Валязловский и его друг Семен Хронцов, куратор Музея современного искусства, создали знаменитую группу Рапаны, которая, да, таким чёсом по стране показала альтернативную херсонскую музыку. Это тоже не для слабых духом, да. И это была замечательная группа, но пока был уже Валязловский, и там у нас был уголок херсонской уникальной музыки. Это тоже было очень здорово, потому что были клипы эти, крутились. Мы очень долго готовили эту выставку, да, мы продумывали каждый экспонат, и даже кусок музея современного искусства решили воспроизвести, потому что для нас, для культурной тусовки, место реально культовое, потому что оно сосредоточило всё то, что мы любим в херарке. И мы решили эти культовые кресла, журнальный столик, за которым столько всего было придумано, говорено и сделано, примести тоже в этот зал и показать, собственно, вот этот, воспроизвести музей в музее, да. У нас там были артистоки, у нас были разговоры с художниками, дискуссии, чтобы показать ту атмосферу, которая есть. Поскольку это частный музей, то вы договариваетесь о посещении, но, тем не менее, мы хотели херсонцам показать это есть, он работает и делает такие классные выставки. Самый шикарный, один из самых таких крутых экспонатов – это кусок забора, расписанный Полиной Райко из её усадьбы. Слава Машницкий, которую я упомянула, концептуальный художник, он создал фонд имени Полины Райко и очень плотно занимается её наследием. А проблема в том, что она домик Полины Райко в частной собственности, и мы бы хотели заниматься его восстановлением и консервацией, чтобы он не разрушился, чтобы у Украины было вот такое уникальное наследие. Но пока всё в стадии переговоров с владельцами, и дело движется трудно. Но около усадебных участок мы им занимаемся, как-то сохраняем его. И вот после её смерти наследники не очень этим делом были озабочены, и Слава Машницкий буквально из огня достал кусок забора, расписанный Полиной. Очень-очень замечательный, это огромный такой, достаточно большой фрагмент. И он стал музейным экспонатом, и он выставлялся на этой выставке, и мне кажется, что он многих поразил больше всего. Потому что вот эти вещи, ну, совсем автентичные такие, да, когда ещё мы рассказываем историю Полины Райко, бабушки, которая начала рисовать в 69 лет, когда у неё практически погибла вся семья по разным обстоятельствам трагически, дочь в аварии, сын попал в тюрьму, потом умер, обращался он с ней очень плохо, и вся её жизнь это была какая-то сплошная трагедия. И когда она остаётся одна, она вдруг начинает рисовать совершенно, вот у неё импульс такой, да, никогда до этого ни карандаш, ни кисточку в руки не брала, только в школьные годы на уроках рисования. Вдруг у неё появляется этот импульс от одиночества, от того, что она чувствует себя совершенно вот в таком отчаянии, и она начинает миллиметр за миллиметром расписывать свой дом. Делала она это по ночам, чтобы соседи не видели, потому что это село, в селе люди считают таких, ну, сумасшедшими, да, то есть над ней довольно долго насмехались. Но когда, красота же, в общем, на самом деле, это та вещь, которая пленяет, и в конечном итоге людям даже начала нравиться, потому что когда она разрисовала свой дом снаружи, забор, тамбур такой, да, в общем, люди поняли, что на самом деле это красиво, ничего страшного, это безобидное сумасшествие, и пусть это будет, но она всё равно стеснялась, и поэтому предпочитала рисовать, зажигала лампу и рисовала ночью. И вот дом полностью, абсолютно уникальная роспись, нет её только там, где мебель стояла. И совершенно случайно наши активисты, проезжая мимо, обратили внимание, зашли, познакомились и выяснили, что вот, вот такой уникальный человек, и кого бы вы туда не привозили, и кто бы это не видел, даже люди очень-очень далёкие от искусства, это всегда поражает воображение, сколько я не вижу, это всегда бьёт по мозгам. Последний, самый свежий проект, который я считаю наш самым удачным, потому что, ну, это серьёзная была проделана работа, и работа ни одного дня, и даже ни одного года, если честно. Мы с архитекторами местными, молодыми, уже как бы давно занимаемся темой архитектуры 30-х, 90-х годов, так называемая архитектура советского периода, серая, монотонная, как называют её жители. Людям кажется, что здесь ничего интересного, потому что в массе свои это типовые здания, то, что было построено при Советском Союзе, и люди совершенно не видят красоты этого архитектурного периода. А нам хотелось эту красоту, скрытую с нашей точки зрения, да, показать. Ну, и когда многие здания подвергаются вандализму, перестройке, неправильным реконструкциям, и, собственно, город мало вообще занимается такими вещами, а по всей стране прошла волна в поддержку модернистских зданий, да, и знаменитая история с тарелкой на Лыбецкой в Киеве, активисты стали бить колокола, что, ребята, в истории не бывает плохих страниц, в истории архитектуры тоже. И есть же замечательные образцы, просто они привыкли стереотипно восприниматься, а это что-то такое неинтересное, да, потому что люди очень любят историческую архитектуру, в которой очень много декора, и она всегда очень пышная, очень такая броская, дворцы, барокко, ампир и прочее, и прочее, да. И когда мы смотрим на функционалистскую архитектуру, прямоугольные здания, да, со строгой геометрией, мы иногда, я говорю от лица обычных людей, да, которые любят что-то красивое, они воспринимаем это нормально, ну, не воспринимаем это как нечто достойное внимания. И вот когда покусились на наше любимое здание, отель «Фрегат», а это, в отличие от типовых проектов, проект уникальный, который был разработан исключительно для Херсона, мы считаем, что это жемчужина модернистской архитектуры Херсона, из него решили делать жилое здание и полностью, конечно, изуродовать фасад, изуродовать с нашей точки зрения, то есть здание потеряет этот свой уникальный вид. И стали мы как бы звать на помощь наших столичных коллег, Дмитрия Соловьева из украинского модернеместного, который приехал, изучил нашу местную архитектуру. Очень понравилась библиотека Гончара, которая стоит у нас на берегу Днепра. Действительно роскошно, роскошно вписанная. Здание типовое, но его уникальность в том, как его классно, эффектно поставили, какая там локация, и оно замечательно украшает это место. Проект, к сожалению, не совсем достроенный в свое время, там должны были быть амфитеатры, еще, но деньги закончились. Но даже то, что есть, это здорово, это работающее здание, функционирующая библиотека, там все более-менее в порядке. Его интерьеры замечательные, вошли в каталог, в советский модернизм. И вот объявляется конкурс на мастерские проекты для молодежи 16-25 лет. И мы, ой, это наш шанс, это наш шанс, но я впадаю в тихий ужас, потому что, мне кажется, архитектура – это довольно сложная тема. И как ты 16-летним, 17-летним будешь объяснять, да еще архитектура этого периода. Этот ужас я преодолеваю, потому что делать нечего, таковы условия. А с другой стороны, это шанс посмотреть, а что, какое поколение выросло, вот кого мы сейчас можем привлечь к нашим проектам, потому что художники вырастают, ротация, уходят от нас, а нам хочется уже как-то свежую кровь наш хер-арт заманивать. И мы объявили open call, и к нам построились ребята из лицея, из дизайн-лицея, из художественной школы. Молодые архитекторы наконец-то в Херсоне есть факультет архитектуры, уже третий набор, третий курс в этом году. Это большое счастье, потому что, возможно, этот архитектурный облик города наконец изменит, и у нас придут те, кто будет строить что-то другое, а не то, что мы сейчас имеем. И просто творческие ребята, и мы начали работать. Лекции. У нас были прекрасные эксперты из Херсона, из Харькова, столица модернизма. Мы много всего рассказывали. И, в общем, нам удалось как-то этих ребят погрузить в эту тему. А задача их была придумать проекты, которые бы вот эту красоту скрытую этих зданий показали. Либо какие-то промоционные кампании, чтобы как-то их пропиарить, чтобы как-то другим херсонцам показать их ценность. И самые удачные проекты мы показали на выставке «Херсонский модернизм». Это, конечно, в первую очередь фотопроекты. Ну, фото – это такой медиум, который всем доступен, всегда эффектен, впечатляющий. Когда мы просили наших фотохудожников делать эти проекты, я не знала, что получится. Потому что мы привыкли, есть прекрасные съемки этих модернистских зданий. Но это просто отпечаток реальности. Прекрасная аппаратура, хороший ракурс, их красиво снимают, ну и все. А здесь получились проекты с видением абсолютно другим, с такой арт, с интерпретацией их. То есть они абсолютно разные, абсолютно разными техниками. Один из них, в общем, вызвал, конечно, недоумение библиотеки Гончара, где мы должны были выставляться. Потому что мы пригласили художника Стаса Астрауса, работающего с темой «Ню». И он сделал вот эту подачу телесности человеческой, уязвимости вот этой нежности человеческой кожи на фоне брутальной бетонной архитектуры. То есть настолько красивая эстетская серия ЧБ, черно-белая, получилась. И с нашей точки зрения это было чудесно, с точки зрения культурных институций, оказывается, нет. В наших стенах мы такое выставлять не будем. То есть я так поняла, что они до сих пор не делают разницу между порнографией и искусством, и что нужно еще много-много работать над нашими культурными институциями. Так мы вылетели из библиотеки Гончара, где должна была быть выставка. И пошли мы по городу искать, кто же нас приютит. Нас пустил к себе на одни сутки лофт «Электромаша» завода. Тоже модернистское здание, у них аренда. Но они сказали, да, у вас красивый проект, мы бесплатно вам, ну, вернее, два дня нам предоставили. Мы прекрасно разместили там выставку, очень эффектно свои инсталляции. И замечательно, на день города было очень много людей. Но что такое два дня для выставки? И нам нужно искать место дальше. Потому что, ну, не готовы, не готовы вот локации принимать такие вот вещи. А, кстати, с библиотекой Гончара была еще одна интересная история. У нас есть прекрасная модель Артур Самароков, арт-критик, кинокритик. Замечательный человек, очень пластичный. И он очень часто его приглашают, любят с ним фотографы работать. И он проиграл шесть модернистских зданий, шесть историй. Ли Белецкая – фотограф. И одна из них была посвящена Гончару. Олесю Гончару, именем которого названа библиотека. И в пылу разных ассоциаций интересных с его романами, его знаменитыми, с его дневником личным, мы разрисовали Артура названиями вот этих работ Олеси Гончара, намекая на Гренуэевский интимный дневник. Интимный дневник Питера Гренуэя, есть такой режиссер. И как бы вот нам показалось, что это очень интересная подача. Библиотека Гончара сказала, ребяточки, это очень похоже на тюремные наколки. Вы как-то опорочили имя великого украинского писателя. Ну, как это можно показывать, опять же, в наших стенах? И этот проект им не показался. В общем, они шумели, не одобряли, много всяких было с ними споров, потому что мы, опять же, им говорили, это же интерпретация, это же такие ассоциации с мировым кинематографом, это такой взгляд художника, что здесь такого. Нет, ничего не вышло, взгляд художника их не устроил. Их устраивают рассветы, закаты, и все очень-очень такое в пределах, да, опять же, союза фотографов. И вот с этими контроверсивными, противоречивыми работами, с этими взглядами художников пошли мы бродить по городу дальше, и вот открывается пространство Фрида, альтернативная площадка, в которой мы сейчас находимся. И Татьяна, хозяйка этого пространства, говорит, да, с дорогой душой мы вас возьмем, да, прекрасные работы, ограничений у нас никаких нет, будем писать 18+, опять мы не написали 18+, потому что мы решили, что мы будем, вплоть до того, что мы каждому будем проводить лекцию, который объясняет разницу между искусством и порнографией. Потому что Микеланджело, потому что у него не только руки, но и очень много обнаженных скульптур, никого не задевает. А работа современного фотографа вдруг вызывает какие-то вопросы. Замечательная вещь, которая за моей спиной, это третий участник фотографических проектов, Денис Максимов, который родил свой проект из полного отвращения к этой архитектуре. Когда я его пригласила в проект, он сказал, да никогда в жизни я это снимать не буду. Мало, говорит, все детство меня окружала эта вот вся серятина, вот это вот, тем более оно все в таком сейчас, ну очень многие здания, в не очень хорошем состоянии, не буду, не интересно. Но я его ломала, в общем, он говорит, ладно, я схожу на пару локаций, посмотрю, как пойдет. А человек чем знаменит, Денис? Он работает с ретро-техниками. Он больше экспериментатор, он себя считает больше экспериментатором, чем художником. И эта техника цветоделения, которая еще в 19 веке была придумана, изобретена, и вот он решил с ней поэкспериментировать. То есть он взял эту серость, которая вызывала у него отвращение, и пропустил там через фильтры, это очень сложная технология, это три разных снимка, которые сводятся воедино, и получается вот такой, да. И вот как-то вот это его примирило, то есть работая с этим всем, он поснимал эти объекты, конечный результат. Он посмотрел, он сказал, я как-то, не то чтобы я полюбила эту архитектуру, но я что-то понял об этом. И пусть моя подача в каком-то смысле, ну такая, да, попсовая, да, то есть эти яркие цвета, но сам процесс, я этим, я это изучал, я говорил с людьми, я работал с моделями. И говорит, я теперь смотрю на это по-другому. Вот эта картина, это уже на самом последней минуте драйва. Он все снял и пошел отдыхать. Я звоню, говорю, а диагностический центр, это на фоне диагностического центра, он говорит, я больше не могу, все, я устал, я не хочу. Пожалуйста, Денис, пожалуйста. Но нам его не хватает. Он же так хорош. Денис говорит, так, до заката у нас три часа, это лето. Хорошо, я попробую. И приглашает модель Никиту Гришко, и нему принадлежит одна из рук, которая работает с Гучи, молодой мальчик такой андрогенной внешности, да, который имеет контракт с Гучи с другими модельными домами, которому вдруг интересно поучаствовать вот такому. Он соглашается, потому что ему интересно поучаствовать в фотосессии, посвященной архитектуре. Это для него новый опыт, и никогда у него такого не было. Он приглашает своего друга-дизайнера, и они за час съемок на драйве делают кучу прекрасных снимков все вместе, после чего камера падает в последнюю минуту, и фильтры разбиваются. Денис мне звонит и говорит, ну это ж кошмар какой-то, вот я же чувствовал, но он еще не видел результат, он говорит, я же, говорит, вот как не хотел, ну ладно, говорит, мы это сделали. Самый большой выхлоп вот этого проекта, самая большая радость, это то, что молодые увидели город совершенно с другой стороны, это темное пятно или белая страница в архитектурной истории как-то была восполнена. И то, что они с помощью своих проектов показали херсонцам этот город с другой стороны. Вот это соединение трех поколений, да, всех тех, кто был на выставке, потому что вау, это был реально самый-самый такой распространенный фидбэк. И все, кто был, сказали, что это даже вот не херсонского уровня проект, потому что сложность его людям была очевидна. Конечно, мы там на лекциях это все объясняли, но сама эта архитектура вдруг стала иметь какую-то ценность. И молодым очень понравилось, потому что они себя почувствовали агентами влияния какого-то, да, то есть они были, как сейчас говорят, амбассадорами, да, вот этой забытой странички истории архитектурной. И они с гордостью рассказывали, что они занимались и исследованием, да, и создавали какие-то вещи на тему этих проектов интересные. И что-то получилось, что-то нет, это было неважно. Они вышли очень-очень обогащенные, да, вот. И своей командной работой, потому что архитекторы работали вместе с художниками и дизайнерами, а коллаборация это еще один очень хороший момент в таких вещах. Они познакомились друг с другом. И я вам честно скажу, я нашла молодых гениев с моей точки зрения. Таня Гуменюк, 16 лет, культуры кинетические, делает, участвовала в нашем проекте, посвященном, да, модернистской архитектуре. Лена Гуменюк, дизайнер, которая сделала календарь, была дизайнером календаря, карту придумала. Экскурсия мы разработали по модернистским зданиям, новый маршрут, и она сделала карту. Ее прекрасные работы, ее арт-бук с коллажами на тему модернистской архитектуры, то, что сейчас уже по выставкам разбежалось. То есть тема, изначально оказавшаяся сложной, практически неподъемной, получилась близкой, доступной и очень-очень вдохновляющей и породившей вот такое количество замечательных проектов. И поэтому, когда я думаю сейчас об этом проекте МТЭЦ и МИСТ, и я теперь понимаю, что не нужно бояться работать с молодыми людьми. Мне всегда казалось, что мы как бы на какой-то очень интеллектуальный уровень должны ориентироваться на знания, на бэкграунд, на то, что у молодых просто еще физически, ну еще нет, да, вот они еще не наработали это все. Нет, если у человека есть желание что-то узнать, если у человека есть желание сделать что-то классное, что-то то, что поразит и его самого, и город, для которого он старается, то это не имеет значения ни возраст, ни то, что есть у него сейчас в его запасе в каком-то. Потому что мы это все расскажем и объясним. Самое главное — это реакция молодых людей на то, что мы говорим, и вот этот творческий, этот импульс креативный, который вспыхивает и дает такие результаты, которые, возможно, взрослые художники бы уже не сделали, потому что там свои наслоения, свои взгляды, да, своя какая-то наработанная техника, наработанное видение. То есть молодые дают городу огромный импульс, и не нужно бояться вот этих тем, потому что можно от самого, допустим, простого, да, от граффити, от рисуночка на стене, да, перейти к целому проекту какому-то замечательному, да, как я вижу свой город, каким я хочу, каким-то визионерским проектом, который формирует вот это видение твоего будущего в этом городе, да. А это дело молодых, а не только таких, знаете, умудренных кураторов, менеджеров, да, архитекторов, которые все-все-все знают, но которые забывают спросить молодым, а что нужно вам? А как вы видите свое будущее в этом городе?